Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Встретились, поговорили». Олег Пеков в студии. Мы сегодня поговорим о здоровье, о том, как пробиотическая еда влияет на наше самочувствие, на здоровье, самочувствие, поведение человека. И вообще, что такое пробиотики? С нами по скайпу специалист и, можно сказать, энтузиаст идеи пробиотической пищи Рамунас Рачкаускас. Здравствуйте, добрый день. День добрый. Может быть, вы расскажете сначала вообще о том, что такое пробиотики и вообще о их влиянии на наш организм и как происходит вот это взаимодействие человека и пробиотической пищи? Во-первых, пробиотики, они имеют два значения. Это, во-первых, полезные бактерии, которые должны образовывать нашу микрофлору. И второе значение – это категория товаров в аптеке. Поэтому я использую вот это понятие пробиотиков как полезные бактерии, которые должны образовывать нашу микрофлору и которые должны квасить всё, что попадает в кишечники, что может закваситься. То есть это как квашеная капуста, как кефир, вот эти обычные, в принципе, продукты – это всё основано на пробиотиках? Да, именно так. Но здесь есть один нюанс. Обычно у людей, кушающих, так скажем, пищу, которую не переваривают полезные бактерии, у них заводится ещё другой вид, так скажем, живоности. Это грибки. Грибки – это плесень и дрожжи, которые, в отличие от бактерий, не квасят еду, а гноят. Причём гноят всё, что можно сгноить. И когда вот таких грибков много в кишечнике, а их бывает до 2-3 килограмм нарастает на поверхности кишечника, они гноят всю еду, которая попадает у нас, и, как сказать, и гнилостные вещества, мы их называем токсинами, шлаками, попадают в кровь и отравляют наш организм, делая её слабее. В то время пробиотики, полезные бактерии, а к ним относятся в основном лакобидобактерии, они всегда бывают в противостоянии с этими грибками, которые вызывают болезнь с патогенами. И в животе у нас всегда происходит борьба между вот этими грибками и полезными бактериями. И побеждают, как обычно, те, кого мы кормим. Если мы кормим вот этих гнилостных патогенов, всякую плесень, кандиду и так далее, а мы их кормим, как правило, теми продуктами, которые не могут скиснуть. А не могут скиснуть, как правило, продукты животного происхождения, то есть мясо, яйца, рыба, сыр, творог и так далее. Да, и что же тогда происходит? То есть вот я знаю, что можно этому противостоять и каким образом можно это сделать? Как и на войне, побеждают те, которых больше. И мы годами, когда употребляем продукты животного происхождения, годами выращиваем эту патогенную микрофлору. Но если переходим на пробиотическую еду, то есть еду, наполненную жизнью, а это, грубо говоря, наша традиционная еда растительного происхождения, то есть всякие супы на овощах, фруктах, каши, тушёные овощи, блины, то же самое варенье, компоты и так далее, в которые добавляем пробиотический концентрат ЗОЭ. А что это такое? Сам пробиотический концентрат – это тоже продукт растительного происхождения, имеющий глубокую ферментацию. То есть мы разработали технологию, при которой бактерии размножаются до максимальной концентрации и остаются при этом живыми и активными. То есть мы такой, ну, грубо говоря, это растительный кефир, можно назвать. И там концентрации бактерий почти что фантастические, там миллиардами на один грамм рассчитывается. И когда мы добавляем такой концентрат в нашу растительную пищу, эта пища становится не только полноценной, не только дающей наше здоровье, но и вкуснее. Ну, становится вкуснее и сытнее. Поэтому и такая вот пища, поступая в пищеварительный тракт, начинает от ротовой полости, она уже начинает уничтожать все эти грибковые наростки, заросли, которые находятся как на языке, в гортане, в желудке, в кишечнике. И когда уничтожаются вот эти вся грибковые джунгли, то у нас пропадает вот этот фактор заболевания. То есть наш организм не отравляется и начинает тогда выздоравливать. Причем выздоравливает практически от всех болезней, то есть вот, которые связаны с неправильной пищей. Сколько нужно добавлять вот этого пробиотической еды Зоя в обычную еду? Пробиотический концентрат Зоя, он делает еду пробиотической. А сколько добавлять? Вот здесь есть два этапа начала, то есть начало употребления и обычное употребление. Так вот, для начала нужно ограничивать количество полезных бактерий, лишь потому, что когда болезненные бактерии начинают действовать в организме и уничтожать грибок, при этом выделяются газы. Поэтому мы ограничиваем количество полезных бактерий, лишь потому, чтобы не образовалось чересчур бурное выделение газа при уничтожении грибка. Поэтому первые две недели мы ограничиваем количество до одной чайной ложки на одну еду, то есть на обед, на ужин по одной чайной ложке. Берём стакан воды, вложим туда одну чайную ложку пробиотического концентрата Зоя, перед едой выпиваем половину кружки, и потом начинаем кушать, и остальную половину выпиваем или во время еды, или после еды. Вот так вот, одну-две недели так пить, а потом начинаем пробиотический концентрат Зоя просто ложить в нашу еду, то есть в каши, в супы, в компоты. И тогда уже ложим по вкусу, используем Зоя как соус, как приправу к еде. То есть это может заменить какие-то приправы для человека, а какая она на вкус – кислая, солёная, сладкая, вот эта Зоя? Сам концентрат имеет ярко выраженный кислый вкус, но парадокс в том, что если в кислый сок добавить кислые Зоя, мы в итоге получаем сладкий напиток. То есть там как-то реагируют между собой эти кислоты и друг друга нейтрализуют. Это как и в случае с лимоном, если лимон скушать, то в желудке получается щелочная реакция, а не кислая. Насколько долго нужно применять Зоя для того, чтобы избавиться от грибков в своём организме? Грибки бывают в разных местах. Само собой, в первую очередь, это в пищеварительном тракте, то есть на языке и в желудке, гортане и кишечнике. Там грибок уничтожается в течение от двух недель до полтора месяца. Ну это, конечно, зависит от того, сколько грибка нарушил у человека, сколько, как пользуется, сколько добавляет в еду или в напитки Зоя человек. От этого тоже очень много зависит. Ну а первые вот такие ощущения улучшения начинают чувствоваться примерно через 2-3 недели. То есть вот такая вот проблема, как кислотность, то есть изжога, рефлюкс, оно проходит в течение 2-3 недель. Гастрит, из-за которой появляются проблемы, в течение месяца попадает. Нужно ли продолжать потом, чтобы заново не образовывались грибки, вот употребление уже этого продукта Зоя, и в каких пропорциях, в каких концентрациях? Практически про биотическую еду, вот когда мы готовим, то мы её употребляем, то есть еду с Зоя употребляем всё время, пока хотим жить, быть здоровыми, жить с прекрасным настроением и самочувствием. То есть это как бы образ питания такой. Насколько влияет вообще состояние нашего желудка и кишечника на нашу жизнь, на наше самочувствие и на появление вообще каких-то других хронических заболеваний? Здесь надо объяснить сперва принцип работы нашего кишечника. Обычно мы считали, что наш организм — это какой-то двигатель, который сжигает калории, делает работы и выделяет тепло. На самом деле эта теория, теория калорий, оказывается, до сих пор научно не подтверждена, а не имеет много таких вот брешей в себе. Например, в теории калорий нет такого вещи, как стул человека. То есть человек ходит в туалет, а у них-то это не учитывается. Но на самом деле продукт Зоя, он сам зиждется на теории природной, микробиологической, которая говорит, что наш организм — это не двигатель по сжигающей калории, а аппарат, который занимается ферментацией и употребляет продукты ферментации. И вот здесь вот есть какой нюанс. Само слово «ферментация» означает, что изменение органики при воздействии внешних ферментов. И оказывается, у нас есть две группы, которые выделяют эти ферменты. Это полезные бактерии, это, как правило, лактобифидобактерии. И ферментация бактериальная в народе называется «квашение». А есть другая группа, выделяющая ферменты — это грибки, то есть дрожжи, плесень. И ферментация грибковая в народе называется «гниением». И наш организм, в зависимости от того, кого больше будет в нашем кишечнике вот этих грибков или полезных бактерий, такие вещества получает. Или продукты квашения вот этих жидкостей, грубо говоря, как жидкость с квашеной капустой, или же гнилостные вещества. И когда гнилостные вещества поступают в наш организм через стенки кишечника, в кровь, и разносятся по организму, и все токсичные образования просто отравливают наш организм, в том числе и мозг. То есть когда попадают плохие вещества в мозговые ткани, автоматом мы получаем головные боли, плохое самочувствие, просто-напросто мозг на плохих питательных веществах плохо и работает. Отсюда у нас даже стрессовые ситуации, то есть, грубо говоря, неадекватная реакция на некие такие вот чрезвычайные обстоятельства. То же самое все вот эти наши органы, которые являются некими фильтрами крови, которые фильтруют разные вещества, например, почки фильтруют мочевину, поджелудочная железа фильтрует из крови эти ферменты, которые попадают из кишечника и обратно отдают в кишечник. Эти фильтры со временем засоряются вот этими токсичными веществами и шлаками, которые поступают из кишечника, если в кишечнике происходит гниение. То есть если в кишечнике, вот, кишечник бывает обрушен вот этой плесенью и дрожжами. Вот. А когда мы начинаем кушать, употреблять пробиотическую еду, у нас начинаются активные процессы квашения, и тогда поступают, и уничтожается вот этот грибок, который гноит всё, что поступает в кишечнике. И тогда, очистившись от грибка, организм начинает получать продукты квашения, а продукты квашения считаются абсолютно чистыми и полезными для организма. Мало того, они из тканей и органов нашего тела удаляют все эти заливни токсинов и шлаков, которые скопились во время гнилостных процессов, ну, во время того периода, когда мы употребляли гнилостную еду. Напомню нашим слушателям, Рамуна Срачкаускас, создатель вот этой пробиотической еды ЗОЭ, которую, кстати, можно приобрести в магазине Накаталю, 19 в Риге, телефон 66778877. Ну, и вот говоря про то, что мясоеды, наверное, не готовы, может быть, отказаться от мяса и от продуктов, которые, может быть, вредны для организма, тем не менее получается, что они могут уменьшить какой-то вред для организма, употребляя вот этот продукт ЗОЭ. Да, вот метод пробиотической еды, в отличие от других диет, он не требует отказаться от привычной человеку еды. Просто хватает внести в рацион продукт ЗОЭ в виде там разбавленных спидков или добавления на салаты и каши. И этого хватает, чтобы человек понемножку начал ощущать положительное воздействие вот этих полезных бактерий. То есть даже употребляя мясо, бактерии, вот эти полезные, всё равно делают своё дело, уничтожая грибок. И они становятся альтернативным источником белка для нашего организма. То есть человек, включивший в рацион ЗОЭ, он тогда понемножку замечает, что потребность в мясе со временем у человека уменьшается и просто пропадает со временем у потребности мяса или другой пищи животного происхождения. Насколько долго хватает, я понимаю, что это в бутылочках продукт ЗОЭ продаётся, насколько хватает такой бутылочки и насколько, скажем, дорогой этот продукт, доступный ли он обычному жителю? Надо понимать, что ЗОЭ, сам продукт, имеет внутри себя полезные бактерии, и ферменты ихние, лактат, натрия. И эти полезные бактерии размножаются. Поэтому важно не столько много его пить, сколько хотя бы немножко его мешать с нашей употребляемой едой. И если мы говорим о рекомендуемой минимум в еду добавления количества, это примерно одна чайная ложка на одну еду, то получается в день три чайных ложки ЗОЭ. И этого хватает, если брать литровую бутылку, то одной литровой бутылки хватает примерно до двух месяцев употребления. И этого уже хватает, потому что одна чайная ложка, смешанная с едой и попавшая в пищеварительный тракт, наращивает количество полезных бактерий, поступивших с одной ложкой, сотни, а то и тысячи раз. То есть это происходит уже у нас в кишечнике, и поэтому слишком увлекаться, то есть употреблять большое количество ЗОЭ просто нет смысла. Потому что по-любому бактерии размножатся по максимуму, сколько их будет еды с этим поступившей еды, кишечник, столько вот они и будут размножаться. Поэтому рекомендуется кушать еду, которая может скиснуть. А скиснуть, оказывается, может практически почти вся еда растительного происхождения. То есть супы, компоты, каши, салаты и так далее. Да, ну и я понимаю, что приобрести этот продукт ЗОЭ можно сейчас только на Каталю 19. Очевидно, это главное место, где продается продукт ЗОЭ. Или позвонив по телефону 66-77-88-77, еще раз повторю номер, 66-77-88-77, можно будет узнать, каким образом можно получить, может быть, доставка курьером и так далее. Да, спасибо, спасибо большое. Рамуна Сарачкавска сегодня был с нами на связи, создатель вот как раз-таки продукта ЗОЭ и популяризатор идеи пробиотической пищи. Спасибо вам и надеемся до новых встреч. Спасибо вам.